здравствуйте с вами марина озборн сегодня в новой зеландии разгар жаркого лета 8 января 2018 года и для тех кто может быть меня видит первый раз я представлюсь я писатель видео тренер life coach автор книги антипсихопатия токсичные отношения выход из них не переписать сценарий вероника решает жить адское счастье и многих других которые готовятся к переизданию и изданию прямо сейчас и всех кто побывал в токсичных отношениях наверняка волнует такая тема как избавиться от навязчивых мыслей как избавиться от навязчивых мыслей о бывшем токсичном партнере который кажется буквально проник под кожу с мыслями о котором ты просыпаешься каждое утро и с мыслями о котором ты засыпаешь каждую ночь или там не можешь спать и все время там пережевываешь эти мысли и эти навязчивые мысли просто в конце концов так изматывают тебя что ты становишься на грани депрессии некоторые люди думают о самоубийстве некоторые люди думают как отомстить этому партнеру который который поступил с тобой очень дурно и ты тем не менее не можешь избавиться от этих мыслей и я придумала такой способ он очень ненаучный он такой я бы сказала девочковый способ но он оказался настолько действенный настолько рабочий что я решилась поделиться им с вами несмотря на то что многие будут либо смеяться либо не признают либо скажут фу какая ерунда ну да я использую не только что-то умное и научное но я использую иногда и ерунду для того чтобы избавиться от какой-то ерунды и сегодня у меня вот таким инструментом который позволяет избавиться от навязчивых постоянных мыслей о динструктивном партнере это вот этот пинцет да да простой женский пинцет который мы можем вытаскивать занозы из кожи который мы можем выщипывать волосиночки из своего тела и я покажу вам как выщипывать навязчивые мысли из себя как вынимать из-под кожи этого гадкого токсичного партнера сегодня вы этому научитесь значит смотрите для девочек проще всего это делать на своих ногах то есть вы представляете что каждая волосинка которая отрастает на коже вашей ноги это мысль о токсичном партнере допустим это настоящий монстр и ты вытаскиваешь эту волосинку это настоящий монстр вытащила выбросила эту волосинку и думаешь да этот мужчина настоящий монстр и он сам неоднократно называл себя дьяволом и очень жестоким человеком но точно также мужчина может выщипнуть женщину токсичную находишь следующую волосинку как он мог так поступить со мной и вытаскиваешь ее а потом думаешь да у этого мужчины были определенные цели и задачи я была для него лишь временным инструментом для решения этих целей задач так и он и поступил рационально с его точки зрения просто использовав меня мое отношение к нему мои ресурсы включая мое время и мои возможности потом ты думаешь так давайте следующая мысль допустим как это вообще возможно быть таким бездушным и жестоким недочеловеком и ты находишь волосинку и выдергаешь ее и сама себе отвечаешь бездушность и жестокость это базовые качества этого мужчины по-другому он мог может только притворяться потом ты находишь следующую волосинку так вот она вот она что я сделала не так что стала жертвой этого монстра и ты вытаскиваешь вытаскиваешь эту волосинку моей вины в этом нет я попалась на его крючок так как он достаточно умный хитрый ловкий и обладающий гипнозом охотник заранее изучивший меня и такое может случиться с любым человеком а вот мыслишь что же мне теперь с этим делать так вот я эту мысль нашла и я ее вытаскиваешь тоже мне с этим делать и я отвечаю себе извлечь урок из этого опыта и рассказать об этом опыте другим жертвам чтобы они могли распознавать психопатов и защищать себя и следующая мысль она идет из бессилия я ничего не могу со всем этим сделать вот находим эту мысль я ничего не могу со всем этим сделать и удаляю ее и придумаю альтернативу я могу изменить отношения в происхая произошедшему и навсегда оставить этот опыт в прошлом следующая мысль у меня сопровождается печалью в моей жизни произошла настоящая катастрофа я нахожу волосинку и до моей жизни произошла настоящая катастрофа я ее вытаскиваю и отвечаю себе я могу изменить отношение к произошедшему и навсегда оставить этот опыт в прошлом затем у меня есть мысль из грусти я словно потеряла себя в этих отношениях я нахожу эту мысль вот она я словно потеряла себя в этих отношениях я вытаскиваю я вытаскиваю вот видите вот 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 она вот она эта волосиночка я ее вытаскиваю и вместо нее я говорю себе но я нашла себя я осознала свою ценность я осознала свою внутреннюю силу это каких отношений я достойна затем я нахожу разочарование он оказался совсем не тем им казался мне иначе вот она эта мысль я ее вытаскиваю а взамен я себе говорю и очень хорошо что я это увидела и осознала я увидела его сущность под приятными масками и эта сущность несовместима со мной и моей жизнью была без радости любой по звуку будет без печали и и а дью и вот теперь уныние я нашла я чувствую депрессию вот она депрессия самая толстая волосинка я ее вытаскиваю эту депрессию выбрасываю а взамен говорю я нахожусь в контакте со своим унынием и прошу его покинуть меня депрессия это состояние не свойственное моей жизнелюбивой и радостной натуре затем если нахожу горечь мне горько от того что это случилось со мной вот я вытаскиваю эту горечь эту мысль и говорю да мне горько что это случилось со мной но это закончилось и слава богу потом обескураженность как это вообще могло произойти вот она эта мысль волосинка как ну а так это может произойти с каждым человеком даже с психологами психотерапевтами у каждого человека есть уязвимые места через которые психопаты получают доступ и ловят на крючок жертву а потом я чувствую разбитость я чувствую себя разрушенным вот она эта волосинка поймаем ее так вытащила вытащила да эта история разрушила мои иллюзии но моя личность целостная просто потеряла очень много энергии с этим мужчиной и я знаю как восстановить свою целостность и наполнить свою жизнь энергии потом я нахожу у себя огорчение вот вот нашла вот тут такую волосинку огорчение такое да столько всего неприятное связано с этим я вытаскиваю эту мысль эту волосинку и говорю себе да неприятного оказалось гораздо больше чем приятного но это жизнь и она состоит не только из приятных вещей это нормально потом я нахожу опустошенность от меня осталась одна оболочка все пустое холодно внутри так вот эта мысль я ее вытаскиваю и говорю себе взамен я заполняю свою внутреннюю пастоту новыми конструктивными мыслями и новыми позитивными переживаниями и выбрасываю нафиг эту волосинку а потом я чувствую что из одиночества у меня так и прет мысль я чувствую что меня предали так вот эту мысль о предательстве я вытаскиваю вместе с волосинкой и говорю себе взамен да этот человек поступил по отношению ко мне как предатель но это его сущность и хорошо что я узнала об этом достаточно рано или хорошо что я вообще об этом узнала а потом я из состояния тяжести вижу такое чувствую такую мысль мне реально тяжело на душе физически всяко разное я вытаскиваю не поддается это волосинка вот она вытащила ее и я взамен себе говорю да мне тяжело вспоминать о нем я в контакте с этим чувством и мне уже легче от этого как только осталось не в контакте а потом отрешенность такая мне теперь все пофиг вот я теперь все пофиг такой вот вытаскиваю даже несколько волосинок вот несколько вот несколько вот их не сколько вот несколько их и взамен себе говорю это лишь временное чувство но мне действительно теперь пофиг этот мужчина чтобы он не сказал не предпринял его влияние на меня больше нет и . и вот и даже и вот еще вот, еще вот выщипну такие, да. Потом бессмысленность. Все было напрасно и бессмысленно в этих отношениях, я потеряла время. И я вот таскаю эту мысль и говорю себе, да, вот даже вот несколько волосинок я вот таскаю все-таки эти мысли. Да, для меня это был опыт потери разрушений, я приобрела этот опыт. В жизни может случиться всякое, даже землетрясения и аварии, цунами. Они тоже бессмысленны, но они случаются. А потом я нахожу беспомощность, вот она тут, беспомощность. Что мне с этим делать, как мне быть? Я вытаскиваю, 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 вытаскиваю эти волосиночки, эти мысли. Мне больненько, конечно, но взамен я говорю. Я знаю очень много способов, техник, упражнений, методик, которые помогают мне полностью восстановиться и выздороветь. Вот смотрите, в этой технике есть только одна неприятная вещь, что вам придется отрастить у себя вот эти волосиночки. Ну, давайте продолжим. То есть это настоящий такой мастер-класс по трансформации негативных эмоций и негативных мыслей, которые мы буквально выщипываем из себя. Итак, следующая у нас эмоция будет уязвимость. И мысль там, он бьет или бил по самому больному. И мы эту мысль, вот давайте найдем ее, вот-вот-вот, вот даже вот несколько таких, да, и говорим себе. Да, я чувствовала себя с ним уязвимой. Благодаря этому мужчине я осознала не только свои сильные, но и слабые места. Значит, в будущем я смогу избежать подобного опыта. А потом мы находим зажатость. Внутри меня все сжалось, хочется спрятаться и исчезнуть. Вот хочется вот спрятаться, исчезнуть, и я вот нахожу вот эти волосиночки, эти мысли, и я от них избавляюсь. И я взамен себе говорю. Да, в какой-то момент мне хотелось ото всех закрыться, никому не показывать своих чувств, того, что со мной произошло. Но больше в этом нет необходимости, ведь этого мужчины больше нет в моей жизни, к счастью. И больше никогда не будет. Следующая у меня мысль такая о незащищенности. То есть я чувствую себя, или чувствовала себя незащищенной. Я постоянно чувствовала опасность. Давайте прямо вот несколько таких волосиночек. Ощущение опасности, опасности. Вот вытащим их, вытащим их. Вот, вытащим их. И взамен мы говорим себе. Да, с ним у меня было ощущение опасности, оно меня не обмануло. И к счастью, это закончилось. А потом я нахожу стеснение. И стеснение, там у меня такие мысли. Как объяснить другим, что со мной произошло? Блин, мне неудобно, мне как-то конфузливо. Вот, и даже вот волосиночка-то не хочет вытаскиваться. Но я ее вытащила. И взамен я себе говорю, я никому ничего не должна объяснять. Кому надо, сам поймет. Кто не поймет и осудит меня, того я исключаю из круга общения. Такое может случиться с каждым нормальным, хорошим человеком. Хорошо. Значит, так вот сказали себе альтернативу. А потом находим следующее состояние. Ошарашенность. Разве такое вообще способен делать нормальный человек? Ну, когда мы про этого, про абьюзера думаем. Вот, вытаскиваем эту мысль. Ну, разве нормальный человек мог такое сделать со мной, гаденыш такой-то? Вытаскиваю этого гаденыша из-под своей кожи. И отвечаю сама себе. Этот мужчина не нормальный человек. Это психопат. И он не мог поступить иначе. Это его подлая натура. Давайте вот мы этого гаденыша вот вытащим из-под кожи. Вытащим его, вытащим его, вытащим его. Ах ты, там опять пророс. Вот мы от тебя избавимся. Следующее. А следующая у нас будет ревность. А-а-а, теперь он занимается любовью с другой. Так, давайте-ка мы эту ревность вытащим. Так вот ее вытащим, 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 вытащим. Даже и не больно. Даже и не больно. Окей. Я могу лишь посочувствовать его новой жертве. И всем его жертвам он не способен любить. И к моему большому счастью он ушел из моей жизни. Ура. Следующее чувство. Перегруженность. Слишком много на меня всего свалилось в связи с этим. Блин. Все эти мысли постоянные. Спать не могу. Бессонница. Вытаскиваю, 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 вытаскиваю. Все это. Эту корялость из себя. И взамен я себе говорю. Да, я пережила с ним это ощущение. Но оно в прошлом. Это в прошлом. Следующее. Стыд. Вот. Вот он у меня стыд. Вот она эта волосинка. Стыд. Что там за мысль? Мне так стыдно, что я во все это влепалась. Блин, как говно наступило. И вот я этот стыд вынимаю, вынимаю. Я влепалась. Я чувствую себя вот в этом говне. Я вытаскиваю эти мысли, эти вот нехорошие мысли. И взамен я себе говорю. Да, мне было стыдно в какой-то момент. Но не более, чем мне бывает стыдно, когда я наступаю ногой в говно на улицу. И следующая у меня появляется мысль из эмоций и зависимости. Я постоянно думаю о нем, как эти вот волосинки чертовы вырастают вот снова и снова. Я вот сбрила их или там я сходила на этот, на какую-нибудь там процедуру, да, вот удаление всех этих волос. Они, блин, снова растут и растут, как эти мысли о нем уже вот достали уже меня эти мысли. Вот я эти вытаскиваю его, вытаскиваю его. Обзамен о себе говорю. Я отслеживаю и контролирую мысли о нем точно так же, как я вот отслеживаю вот эти волосинки, да. Вот я их отследила, отследила, и я каждую свою мысль я могу зафиксировать, отследить и избавиться от нее, отпустить ее, вот как эти волосинки, вот они полетят сейчас на свободу и там где-нибудь исчезнут вообще во вселенной. Так же и мысли о нем, да. Я отслеживаю и контролирую мысли о нем, а значит я управляю этим процессом и могу добиться полного исчезновения этих мыслей и воспоминаний и его из моей жизни. Эти мысли будут приходить только по мере необходимости для написания моих книг и сценариев. Следующее состояние сомнения и мысль там какая, может быть я ошибаюсь и все не так понимаю, может он на самом деле-то хороший, а я себе все придумала, я себе накрутила, а он-то на самом деле хороший, ведь он же с другими хороший, он только со мной плохой такой, да, и вот эти вот мысли гадкие, мерзкие, вот они снова у меня прорастают, может быть я не так поняла, может быть я не так сделала, такой сама дура виноватинка, такой ох, а взамен и говорю, да, у меня были сомнения, но факты говорят о том, что я стала жертвой психопата и его игры со мной в любовь. Но и на самом деле я никакая не жертва, то есть я человек, который управляет собой, своей жизнью и я способна справиться с этой проблемой. Так, что там у нас, какие у нас там еще появляются эмоции? Так, девочки, какие у нас еще появляются эмоции? Так, вспоминаем, вспоминаем, а, страх, что же еще может вытворить этот монстр, что же он там еще придумает со своим там сахарным шоу или там еще что-нибудь, он гадость какую-нибудь сделает, да, и какие-то мысли. Ну вот такие, а что еще мне от него можно ожидать? И взамен вы себе говорите, вот вы эту мысль вытащили, вытащили пинцетиком и говорите себе, что бы ни вытворил этот человек, это уже не имеет ко мне никакого отношения, между нами больше нет никаких отношений и не будет. А потом из состояния неуверенности приходит мысль, это правда случилось со мной или я это все придумываю? Ну вот, где эта мысль у меня? Вот она, эта мысль, вот-вот я от нее избавляюсь, да, вот избавляюсь, вот-вот избавляюсь, это правда или я это вот все придумала? Ага, да, это случилось со мной, помогает мне стать сильнее и уверенной в себе. Следующее, низкая самооценка бывает часто у жертв, и там такие мысли появляются. Я оказалась недостойной настоящей любви и нормального к себе отношения, я притянула к себе это. Вот, мы давайте находим, это самая гадкая мерзкая мысль, сама Дура виноватен, да, вот мы ее вытаскиваем, вытаскиваем о недостойности, еще там о какой-то херне и говорим, я знаю, что достойна настоящей взаимной любви, основанной на совместимости, уважении, принятии друг друга. К слову сказать, у меня так и получилось, и для меня не имеет значения, как меня оценивает психопат. Я знаю себе цену, и она не зависит от того, что думает обо мне другие, а тем более этот человек, этот недочеловек. Следующее, состояние тревоги. Как вся эта история может отразиться на моей жизни? Давайте мы вытащим эту мысль. Вот она, вот она, как же это отразится на мне, на моей репутации, на моем нем, тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. И говорим себе, эта история сделала меня опытнее, мудрее, благодаря ей я получила вдохновение для творчества и еще сильнее сблизилась с нынешним мужем. Также эта история легла в основу этой книги. Окей, следующее, гнев. Ух, гнев, и с гневами мстить хотим, мстя моя будет страшна. Как он посмел поступить, так со мной. Я хочу ему отомстить. Вот мы вытаскиваем, вытаскиваем эти дурацкие мысли, вот вытаскиваем их, вытаскиваем, а взамен себе говорим. Да, я испытывала гнев по отношению к этому мужчине, но также я осознаю, что психопаты не могут поступать иначе. Это их сущность. Следующее у меня такое состояние, ощущение несправедливости. Я не заслужила этого, за что мне это наказание? Вот, мы вытаскиваем вот это вот. Конечно, не заслужила. Это не наказание. Ты просто вляпалась, ты просто попала ногой там или чем-то, или там попой в капкан, понимаешь? Вот, поэтому вытаскиваешь эту волосинку, вытаскиваешь эту мысль, а взамен себе говоришь. Я не заслужила этого, но тем не менее это случилось в моей жизни. И я сама выбираю, как мне к этому относиться. Как к трагедии, как к драме, как к триллеру, или же как к мелодраме со счастливым концом, или же как к комедии. Вот прямо сейчас это комедия, понимаете? Это комедия. И я могу найти в этой истории черты каждого из вышеперечисленных жанров. И я управляю своими ощущениями. А потом из состояния раздражения ко мне приходят следующие мысли. Что за фигня вообще происходит? И почему снова эти мысли? Почему они снова у меня выросли в моей ноге прекрасной, понимаете? Почему они у меня так под кожу, в рост? Что вообще за фигня раздражения у меня на него? Да, с точки зрения здравого смысла в моей жизни происходила настоящая фигня с этим мужчиной. В жизни всякое бывает. И хорошее, и фиговое. И я вот это фиговое вытаскиваю. Понимаете? Вот, вот, вытащила. Вот это фиговое. Вот как у меня кожица стала гладенькая, классненькая. И следующее у меня и стресса. Я чувствую себя постоянно в напряжении. Так, где у меня стресс? Где у меня остались? Тут у меня еще волосинки или нет? Остались. Остались. Я вот стресс-то я этот вытаскиваю. И эти мысли, то, что я в напряжении. Да, стресс был сильный, но я владею множеством способов снятия стресса или овладею. И я могу управлять своим состоянием. А знаете, еще какое бывает состояние отвращения? Ух, какое у меня отвращение прям было однажды. Я чувствую себя в полном дерьме. И я вытаскиваю это отвращение. Нету мысль, что я в полном дерьме. И вот они у меня, вот они у меня, вот эти вот, вот они у меня. Эй, 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 эй. Отвращение. Вот. Вытащила. И взамен себе говорю. Да, у меня было ощущение, что я испачкалась дерьме, но это почти невозможно от этого застраховаться. Даже птичка, сидя на ветке, может капнуть капелькой дерьма. А тут целый здоровый мужик насрал, психопат такой, дерьмище хоть отбавляй. Вот, да. Ну, давайте вот еще три состояния и три типа мыслей. Допустим, ненависть. Я ненавижу его за то, что он со мной так поступил. Я вот эту вот ненависть, где тут она у меня, вот она у меня снова проста, эта ненависть. И я ее вытаскиваю, эта ненависть. И я взамен говорю. Я уничтожила его в одном из своих сценариев, но мне уже нет дела до того, где он и что с ним. Ненависть растворилась в процессе творчества. И следующее, враждебность, ну, близко к ненависти. Я хочу его уничтожить. Хочу его уничтожить. Ну, давай уничтожь. Вот она волосинка, вот это он. Вот ты его вытаскиваешь и выбрасываешь вообще навсегда из своей жизни. И взамен ты себе говоришь, да, я хотела его уничтожить. Я сделала это в своем сценарии. Все остальное воля Бога, высших сил. Они отвели от меня опасность в лице этого мужчины. Но у меня еще остается ярость. Так, давайте ярость я найду. Вот у меня ярость. И какие же там мысли в этой ярости у меня проросли. Да что ты, ну, вообще себе позволяет, позволил по отношению ко мне. Ярость такая, ух, она как у меня прорастает-то. Вот новыми волосинищами. И я взамен себе говорю, он использовал меня, как любой психопат использует свою жертву. И моя ярость лишь отражение той божественной любви ко мне высших сил, которые дали мне это испытание и помогли выйти из него с достоинством. Это ярость лишь отражение моей силы и моего могущества. Я могла бы доставить ему много неприятностей, но никогда не буду марать об него руки. Финиталя комедия. Ну вот, сеанс выщипывания токсичного партнера закончился. Пациент будет жить. Да-да-да-да-да, пациент будет жить. Ты свободна от своих мыслей. Свободна от своих мыслей о токсичном партнере. Гип-гип, ура! Я вам признаюсь, что этот способ я открыла где-то в 2007 или 2008 году, когда отдыхая на природе и там страдая от конфликта с тем мужчиной, с которым я тогда жила, там не были токсичные отношения, он был нормальный, но там у нас были свои проблемы. Вот, поэтому я вот этот вот способ придумала и почувствовала, как мне это здорово помогает. Я не знаю, как мужчины будут где-то у себя ущипать, но я думаю, они найдут там у себя где-то на подбородке или там на сколах, такие волосинки. В любом случае, все, что нам помогает себя ощущать целостными, здоровыми, веселыми, радостными, все это надо использовать и не думать о том, кто что об этом подумает. Я желаю вам восстановить свою целостность, я желаю вам здоровых, нормальных, счастливых отношений. Я желаю, чтобы ваш партнер приносил вам только взаимную радость. И ставьте лайк этому видео, если вам понравился способ ущипывания партнеров. И подписывайтесь на наш канал и не пропустите мои следующие видео. Спасибо, что были со мной и смотрели это видео. А те, кто хочет записаться ко мне на консультацию, находите мой скайп, он у меня есть в контактах на канале. И you are welcome!